Дорогие друзья, трейдер с 12-летним опытом. Один из создателей платформы Trading Volume Terminal. Разработчик индикаторов. Одним словом, эксперт с большой буквы. Тема его выступления – инвестиционные фонды. Тарас, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Евгений. Очень приятно. Здравствуйте. Как настроение, как готовность? Отличное настроение, максимальная готовность сегодня. Хочу поприветствовать всех трейдеров, друзей, которые меня смотрят, интересующихся трейдингом. Спасибо клубу Cartel за интереснейшее на самом деле мероприятие. Я за эти 4 дня уже сам подтянул и психологию, и технику, и управление капиталом. И на самом деле это, наверное, первое мероприятие, которое я видел такого масштаба, именно которое связано с трейдингом непосредственно и инвестицией. Вот. Потому спасибо вам большое за это. Я хочу сказать, что я не являюсь каким-то профессиональным оратором, да. У меня выступать перед такой аудиторией огромной очень волнительно. Но я постараюсь ответить на все ваши вопросы, дать максимальную ценность, которую возможно дать за эти 45 минут. И я хочу сегодня, чтобы мой доклад, он пригодился, скажем так, и новичкам, и профессионалам, и инвесторам, и трейдерам. То есть это моя цель на сегодняшний день. Круто. Я просто, я думаю, что нужно тогда сразу вещать и не отказывать это в долгий ящик. Через 10 секунд, через маленькую паузу вы выходите в эфир и начали. Отлично. Все просто. Тарас, у нас в эфире, так что прошу. Итак, сегодня речь пойдет не только об инвестиционных фондах, а также о таких профессиональных участниках рынка, как коммерческие трейдеры, своп-дилеры, мелкие спекулянты, о структуре рынка. И как информацию о позициях этих участников можно использовать для того, чтобы находить реальные точки входа, источники движения на рынке. Есть хорошая новость, то, что все позиции, которые крупные на рынке открываются, по валютам это более 400 контрактов, удержание позиций, по индексам S&P 500, например, это более 1000 контрактов, все они публикуются в комиссию по торговле фьючерсами и это обязательно мера, которая, скажем так, по законодательству предусмотрена. И мы можем видеть действительно, какие позиции, каких групп участников, как изменяются на рынке. То есть это свойственно Чикагской товарной бирже, где торгуются большинство инструментов, это и товары, и сырье, и сельхозкультуры, и валютный рынок, индексы. То есть самая капитализированная, можно сказать, биржа по торговле фьючерсными контрактами. И сегодня мы посмотрим структуру рынка и посмотрим, как динамику изменения позиций можно использовать для того, чтобы видеть в рынке хорошие точки входа. Итак, пожалуйста, включите экран, презентацию. Или она уже включена, я так понимаю. Хорошо. Хорошо. Смотрите, сейчас я вам покажу структуру рынка нефти. Этот рынок, который сейчас наиболее интересен всем из-за тех движений, которые на нем происходили последнее время. Так вот, я беру данные с вот этого источника, то есть это официальный ресурс CFTC.GO. Здесь представлены отчеты по всем инструментам в различных форматах. Вот в таком формате представлена информация. Мы это все берем, анализируем и сопоставляем, соответственно, выводим в более удобный формат восприятия. Итак, вот здесь отображаются непосредственно группы участников рынка. То есть первая, самая крупная группа, у которых на данный момент открыто 37% всех лонг позиций на рынке и 39% всех шорт позиций. Они называются продюсер, то есть это производители непосредственно. Это не только сами производители, а также и коммерсанты, обработчики, потребители товара. То есть те бизнесы, которые имеют непосредственно отношение к реальному товару, к реальному рынку и страхуют свой бизнес на фьючерсном рынке. То есть на рынке нефти они самые крупные, самые капитализированные. Следующая группа зеленым цветом это своп-дилеры. На данный момент они в структуре всех позиций занимают 10% лонг и 45% шорт позиций. Кто же такие своп-дилеры? Для многих это достаточно загадочная группа и не все понимают, кто входит в эту группу. Эти компании занимаются товарными свопами и используют фьючерсный рынок для того, чтобы также хеджировать свои риски, которые связаны непосредственно со своп-операциями. Что же это такие за своп-операции? Это когда контрагент приходит к своп-дилеру и непосредственно хочет зафиксировать цену на валюту или на актив сырьевой. Вот, к примеру, сейчас нефть стоит 17 долларов. То есть приходят в Goldman Sachs и говорят, что мы хотим зафиксировать на ближайшие два месяца цену на уровне 17 долларов. И Goldman Sachs, соответственно, дает такую возможность. Он за определенный процент, так как нефть достаточно волатильна сейчас, то они могут брать и 10, и 20% от той первичной стоимости. И, соответственно, клиент, он закладывает вот этот процент в свою маржу и все равно имеет доход от своего основного бизнеса, от той деятельности, которым занимается. Но его риски застрахованы, то есть застрахованы по 17 долларов конкретно. Я сейчас покажу, кто в действительности входит в эту группу своп-дилеры. Это такие крупные банки, крупные организации. В основном это Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse и другие. То есть это около 100 компаний, которые имеют лицензию, которые непосредственно могут на себя брать достаточно крупные риски. То есть своп-дилеры, они также являются, по сути, маркет-мейкерами на рынке. То есть они принимают ликвидность, принимают тот спрос и предложение. И также они перекрывают те позиции, которые к ним приходят на реальном фьючерсном рынке. Итак, далее. Кто у нас идет? Managed. Вот синяя группа. Она у нас классифицируется в отчете как Managed Money. Что же это за ребята? То есть это управляющие активами. Вот они в нефти занимают 19% лонгов на данный момент и 5% шорт-позиции. То есть управляющие активами это могут быть и хедж-фонды, и институционалы, инвестиционные фонды. То есть те организации, которые совершают спекулятивные операции на рынке за счет клиентов в основном. Но они зарабатывают свою комиссию и клиенты также зарабатывают именно на вот этих колебаниях. То есть вот эти инвестиционные фонды, которые непосредственно являются некоммерческими трейдерами и цель которых, они не связаны абсолютно с реальным товаром. И цель их только заработать на колебаниях рынка, на спекуляции. Затем остальные подотчетные 26% лонгов и 3% шорт-позиции. То есть кто это? Это все остальные крупные трейдеры, которые не являются ни фондами, ни своп-дилерами, ни производителями. Тоже достаточно крупная каста и вот на данный момент в структуре нефти они даже занимают больший процент, чем сами инвестиционные фонды. И последняя группа это non-reportables. То есть это такие, как мы с вами, трейдеры, крупные мелкие трейдеры, то есть у которых позиции настолько маленькие, что они не подлежат отчетности. То есть это вот небольшой процент. Возможно, внутри дня они могут оказать влияние на движение цены, но если говорить о каких-то глобальных тенденциях, то чаще всего мелкие трейдеры, они не оказывают влияния на них. То есть больше нужно, конечно же, следить за коммерческими трейдерами, которые включают в себя своп-дилеры и производители, и не коммерческие, это остальные подотчетные и инвестиционные фонды. Если брать во внимание отчеты по валютам, они немножечко отличаются от отчетов по товарному рынку. Вот возьмем евро, к примеру, здесь немножко другая структура. Есть брокеры, дилеры, которые перестраховывают те позиции, в которых открывают клиенты у брокеров свои позиции, у дилеров в дилинговых центрах, и они перестраховывают их на рынке. В евро сейчас 59% шортов от брокеров и дилеров и 6% лонг-блок. Затем идут институциональные инвесторы, то есть здесь идет разбивка. Институциональные инвесторы 64%, они называются asset, asset long и asset short. То есть получается максимальную долю здесь как раз занимают в евро это инвестиционные фонды. Но у нас тоже здесь есть группа хедж-фонды, инвест-фонды мелкие и хедж-фонды чем отличаются крупные инвестиционные фонды от мелких. То есть эти две группы вроде похожи, и то инвест-фонды, и то инвест-фонды. Но вот в чем специфика, что институциональные инвесторы это зачастую страховые компании, пенсионные фонды, крупные, те которые берут деньги у населения и они подотчетны комиссии по ценным бумагам. В то время как хедж-фонды имеют собственную политику управления капиталом, у них практически нету ограничений в тех действиях. То есть они еще называются вот здесь в структуре это leveraged. То есть они торгуют с плечом, они могут шортить, покупать, делать арбитраж, то есть применять любые абсолютно стратегии. Конечно, эти стратегии, они должны быть зафиксированы у них документально, и они должны соответствовать их уставу. Но тем не менее этот устав они сами создают, и они не подотчетны комиссии по ценным бумагам. Они составляют здесь, как вы видите, 14% в структуре это шорт позиции, 9% лонг позиции. Ну и так же, как и по товарному рынку, здесь идут остальные подотчетные и неподотчетные. Они занимают тоже больше процентов, чем в нефти. Вот спекулянты такие, как мы с вами, 15% сейчас у них лонгов и 9% шортов. Но все равно это не такая большая часть, то есть, по крайней мере, тренды эти ребята не создают. Итак, для простоты анализа мы не будем брать каждую из групп, мы их объединим. То есть, это сагрегируем называется. То есть, есть дезагрегированный отчет, такая форма более подробная, а есть агрегированный. То есть, в чем у нас заключается, что производители и своп-дилеры, которые практически хеджируются на фьючерсном рынке, они являются коммерческими трейдерами, а остальные подотчетные инвестиционные фонды и неподотчетные, они идут отдельно, это отдельная группа. То есть, остальные подотчетные и инвестиционные фонды – это некоммерческие трейдеры. Итак, давайте посмотрим, каким образом они все-таки действуют на рынке. Если вы хотите следовать за преобладающей тенденцией на рынке, то, конечно же, вам необходимо смотреть за инвестиционными фондами, потому что они в основном работают по тренду. В основном принцип их работы такой, что одни фонды заходят, когда цена пробивает свой локальный 20-дневный максимум, другие заходят, когда цена пробивает свой 50-дневный максимум, третьи, самые, так скажем, долгосрочные, могут заходить, когда цена пробьет 26-недельный максимум. То есть, в принципе, их задача – поймать крупное движение, поймать крупный тренд. Их не интересуют какие-то колебания, которые происходят внутри дня. То есть, это одна из причин, почему я, например, оставляю часть позиции на среднесрок и долгосрок. Потому что я понимаю, что тренд – это функция времени, и только время может создавать тренды. И потому, так как крупных игроков не интересуют движения внутри дня, то они рассчитывают на длительные движения. А вот внутри дня как раз можно за счет того, когда они набирают позицию, смотреть, или когда они ликвидируют позицию. И когда спрос иссяк, либо предложение, можно, соответственно, составать на другую сторону. То есть, это то, что мы отслеживаем уже внутри дня. Для того, чтобы понимать, где здесь лучше принимать решения, то есть, как вы видите, синяя линия – это у нас non-commercial. Это некоммерческие трейдеры, цель которых – непосредственно заработать. То есть, они могут заранее тоже набирать позицию, но их задача максимально – это стать в тренд. Итак, что нам это дает? Для того, чтобы понимать, где лучше принимать решения, нам нужен инструмент, который называется индекс сот-отчетов. Давайте его включим и посмотрим. Этот индекс, он был придуман таким известным трейдером, думаю, для вас. Это Ларри Вильямс, для того, чтобы увидеть экстремальные, то есть, максимальные значения покупок и продаж у операторов рынка, то есть, хеджеров, и у инвестиционных фондов. Итак, давайте посмотрим, что происходит с этим индексом. Я его немножко адаптировал и начал использовать согласно своих наблюдений. То есть, не просто, когда одни участники переходят в экстремальные лонговые позиции, а другие в экстремальные шортовые позиции, а также очень важно видеть именно, чтобы был агрессивный переход. То есть, сначала мы смотрим, где находятся те области, чтобы и коммерческие трейдеры, то есть, их еще называют операторы рынка, и некоммерческие трейдеры, инвестиционные фонды, чтобы они оказались в экстремальных значениях покупок и продаж. Так вот, адаптация этого правила заключается в том, чтобы они не просто находились в экстремальных значениях, а произошел переход между экстремальными покупками в экстремальные продажи. Вот именно эти ситуации, они являются самыми точными и самыми яркими на рынке. Также, специфика данного подхода заключается в том, что мы работаем как раз против инвестиционных фондов, которые зачастую стремятся работать по тренду. То есть, мы присоединяемся к операторам рынка, которые работают с реальными товарами, с уплатой наличными, и они в большей степени являются инсайдерами по этому рынку, чем инвестиционные фонды. Итак, наша задача присоединиться к ним. Они всегда страхуют себя по более выгодным ценам, но работают они зачастую против тренда. То есть, соответственно, когда превращаются они из агрессивных продавцов в агрессивных покупателей, нужно довериться все-таки их знаниям, их информации и становиться в их направлении. Вот смотрите, здесь был достаточно длительный тренд, и фонды, естественно, работали по тренду, но вот на этой коррекции произошел очень крупный выход из позиций фондами инвестиционными, плюс увеличение количества шортов. Но коммерческие трейдеры понимали, что тенденция еще может продолжиться, потому что они работают с реальным рынком, и они видят, что это еще не конец. То есть, коррекция будет, но будет, например, позже. И они здесь заняли максимально длинные позиции. То есть, это хорошая точка входа для того, чтобы еще сориентироваться на переписание максимумов, что цена еще пойдет выше и пробьет максимальные значения. Давайте дальше посмотрим. Вот тоже ситуация, когда произошел переход с зоны продаж в зону покупок, и наоборот, то есть коммерческие трейдеры, они стали агрессивными продавцами. Почему так произошло? Потому что здесь вот инвестиционные фонды, они же работают по тренду. И когда уже там последние желающие захотели зайти в этот тренд, этот пик рынка мы можем видеть по данному индексу и уже принимать решение о точке входа. То есть, точка входа – это тоже очень важный момент, и я думаю, что у каждого из вас есть определенное видение по поводу точки входа. Я чуть позже расскажу, как я непосредственно, чем я пользуюсь. Но, как вы видите, если вы даже торгуете в средний срок, эта информация вам очень важна для принятия решений. Потому что она вам показывает действительно, где может произойти источник тренда, излом тренда. Давайте дальше посмотрим, какие еще тут ситуации были. Вот, опять же-таки, идет переход с максимальных покупок инвестиционными фондами в область максимальных критических продаж. То есть, здесь продажи составляют 100% от всех позиций, которые были набраны за последние полгода. И то же самое по коммерческим трейдерам. Здесь 100% лонг-голг. Потому, конечно же, вот эта точка, она для нас будет интересна для того, чтобы искать точку входа. То есть, мы можем уже рассчитывать на смену тенденций. Вот здесь они быстро, скажем так, поменяли свою точку зрения. И уже, когда началось движение, они вот уже, наоборот, перешли в другие области продаж и покупок, соответственно. Но, если бы мы даже здесь зашли, пошло движение какое-то, возможно, мы бы вышли по безубытку, возможно, по стоп-лоссу. Это, конечно, не грааль, потому что, естественно, что в рынке ни одна стратегия не работает на 100%. То есть, эта стратегия, она хорошо работает и 80% случаев показывает хорошо. То есть, если бы вы здесь стояли в покупках, то здесь было бы рационально зафиксировать свои покупки. Так как, видите, информация уже поменялась. То есть, мы должны в первую очередь реагировать на ту новую информацию, которая на рынке. Но тенденция продолжилась. То есть, здесь вы видите разницу, когда на пиках происходит это изменение и когда это изменение где-то в середине диапазона. Вот тоже это достаточно хороший фильтр. То есть, здесь вы могли бы и не заходить. То есть, я просто постарался максимально формализовать вот эти методики для того, чтобы показать вам, что даже в формализованном варианте это хорошо работает и показывает смену тенденции. Но на рынке не все подлежит формализации и можно улучшить свою торговлю, даже если вы анализируете все-таки и принимаете решение и берете эту информацию, соединяете ее в контексте с другой важной информацией и тогда принимаете решение. Но даже формализованная стратегия в таком виде, она работает и показывает достаточно хорошие результаты. Этот метод, он работает на таких активах, как пшеница, серебро, канадский доллар, природный газ, вот Nikkei я смотрю, также индекс EMD это компания средней капитализации, 400 компаний средней капитализации американских. Я давайте сейчас еще вам пример один покажу, например, вот возьмем серебро. Итак, здесь мы видим, вот идет переход из зоны продаж в зону покупок коммерческими трейдерами и инвестиционными фондами, наоборот, из зоны покупок в зону продаж. Это все четко видно, я думаю, для всех. То есть и происходит это вот на минимуме рынка. То есть просто потрясающая, мне кажется, возможность, потрясающая точка входа, даже без подтверждения. Но я всегда смотрю подтверждения с помощью кумулятивной дельты, с помощью HFT объемов, я вам там немножко покажу это. Итак, дальше, посмотрите. Тоже идет именно стремительный агрессивный переход. То есть получается, что участники быстро поменяли свое мнение. И также это произошло на дне рынка. То есть инвестиционные фонды стали в продаже, экстремальные, и хеджеры стали в покупке. Дальше. Вот здесь тоже хорошая точка. У границы диапазона то же самое. Давайте отметим. Вот здесь, чтобы лучше было видно. Итак, вот здесь ситуация. Не такая однозначная, конечно. Во-первых, произошла не на минимуме рынка, а уже рынок немножечко пошел наверх. И потому после этого произошел вынос. То есть в принципе, даже если бы вы здесь зашли, отработали по стоп-лоссу, ничего страшного, это нормально. То есть здесь действительно повыносили немного участников, но тенденция все-таки развернулась потом. Вот еще такой хороший переход из одной экстремальной зоны в другую экстремальную зону. И была коррекция. То есть в принципе здесь тоже, если вы ожидали более длительное движение, вы могли бы по безубытку уже выйти. Но тем не менее, видите, то есть тенденция все-таки развернулась. Но она может развернуться не сразу. И вот еще ситуация. Но это потрясающая, я считаю, ситуация. Вот здесь. Тоже уже даже по тренду. Вот интересно, когда можно в таких ситуациях зайти по глобальному тренду. Но тем не менее, фонды, инвестиционные фонды, они, увидев вот такое движение, они рассчитывали на продолжение тенденции. То есть чтобы быстро, видите, как они быстро переменили свое мнение. То есть здесь они были экстремальными покупателями, вот, в этой области. А здесь они уже стали экстремальными продавцами. Видите? То есть и рынок, опять же-таки, за счет них развернулся. Вот. И это смена тренда, это смена тенденции. Вот, опять же-таки, выход мы могли произвести в этой области, когда снова перешла смена тенденции. Смена тенденции именно по позициям участников. И, скажем так, это движение мы бы не взяли. Ну, ничего страшного. Вот, буквально недавно, так же само, после такого стремительного снижения фьючерса на серебро, вот в этой точке экстремальные были продажи у инвестиционных фондов и покупки по коммерческим трейдерам. Я хочу ваше внимание обратить, что для формализации, опять же-таки, этой торговой стратегии, то, видите, здесь мы не принимаем решения, здесь тоже. То есть они, продавцы, более 80%, да, если сравнивать за предыдущие полгода их позиции, более 80% по сравнению с их состоянием за последние полгода находятся в шортах. И мы здесь не принимаем решения. То есть мы принимаем решения тогда, когда идет 100%. То есть 100% фонды в шортах. И вот коммерческие трейдеры в лангах. Вот таким образом. С отчеты, я вам хочу сказать, что на данный момент это единственная в мире информация, которая дает нам достоверные данные, конкретные данные о сентименте участников рынка. То есть о позициях крупных хэтч-фондов, мелких спекулянтов, коммерческих, некоммерческих трейдеров, то есть фактически все группы. Это единственная информация. Единственный минус получается этой информации. то, что она выходит немного с запозданием. Три дня. То есть получается, что позиции предоставляются в комиссию на конец вторника, а к нам они уже попадают в обработку. Это за полчаса до закрытия рынка в пятницу. То есть получается задержка в три дня. Но не всегда это критично. Потому что, конечно, если за эти три дня рынок ускакал, то вы не заходите тогда в позицию. Но вот здесь, посмотрите, вот в этой области к нам пришли данные. Затем один, два, три. Вот здесь пятница. То есть здесь вы получили эти данные уже. И уже можете принимать решение. То есть не всегда все так быстро происходит. Вот здесь, да? Три дня. Ну то есть здесь три дня вам роли бы не сыграло. В этой точке тоже три дня не сыграло бы роли. Здесь, ну здесь уже, возможно, да, с запозданием каким-то. Вот здесь тоже три дня не играют роли. То есть в принципе это не так критично. Даже иногда можно получить, скажем так, более выгодную цену. То есть за эти три дня цена даст еще лучше точку входа, чем была бы, если бы эти данные были во вторник. Ну и тем более вы же рассчитываете в основном на какие-то среднесрочные движения. То есть если даже эта задержка вас не устраивает для принятия спекулятивных решений, то для среднесрочных она вполне подойдет. Итак, я бы вам больше примеров показал, но вы можете сами это проверить, убедиться, что эта информация, именно этот подход, он действительно работает. Но так как у нас есть определенные ограничения по времени, а я хочу вам дать еще одну методику. У нас времени, к сожалению, уже лимит, мы уже исчерпали. А сколько еще осталось? Ну вот у нас сейчас вопрос-ответ как раз идет. Уже так быстро пролетело. Конечно, время летит очень быстро. Ну, по крайней мере, одну стратегию я дал, и то хорошо. И то хорошо. Это уже у нас все люди говорят, а что же так мало времени? Мы говорим о том, что всю остальную информацию люди смогут получить уже в процессе обучения или там заходите на канал и получайте эту информацию. А сейчас видно мой экран? А, нет. Давайте сейчас вернем. Вот сейчас видно. Видно, видно. Давайте. Да, сейчас видно. Вот я хочу просто показать еще точки входа. То есть я, например, использую высокочастотные сделки, которые проходят в местах массового срабатывания лимитных и стоп-ордеров. И когда эти сделки принимает на себя маркетмейкер, то есть они не провоцируют дальнейшее движение цены, а цена останавливается и разворачивается. Соответственно, есть предпосылки того, что здесь есть поддержка от крупного игрока или маркетмейкера. То есть получается, что вот такие крупные продажи на минимумах высокочастотные и должны быть покупки на максимум. То есть, как вы знаете, да, фонды даже те же, они покупают, когда идет тренд на максимумах, но кто-то их удовлетворяет. И вот этот кто-то, когда спрос заканчивается, соответственно, он подставляет свои уже афера и рынок останавливается и идет в обратном направлении. Это классный инструмент, я его использую как точки входа. вот. Ну, тогда, я думаю, давайте вопросы. Ну, я со своей стороны еще раз подчеркну внимание, друзья, вы можете зайти, найти Тараса в просторах интернет, связаться с ним как минимум и получить, опять-таки же, информацию лично из его уст. Я прав, Тарас? Да, конечно, можете в Telegram писать собачка Wilson Trader, я вам могу помочь. И все, и вот уйдет процесс. относительно того, что как можно связаться с Тарасом контакта, еще раз просто, потом повторим, а вы запишите. Я напоминаю также о том, что все материалы, вся информация, которая у нас здесь появлялась, у нас будет в группе, которую мы вам настоятельно рекомендуем обязательно подписаться и добавляйтесь в наш клуб трейдеров Картель, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. И сейчас мы делаем тизер, и после тизера возвращаемся для того, чтобы услышать ответы на ваши вопросы. Все, полетели. Сразу же, сходу, первые вопросы, я готов их озвучивать, чтобы Тарас вам, собственно говоря, экспертно на все ответил. Итак, первый вопрос. На каком таймфрейме вы торгуете и какие инструменты? Точку входа, я смотрю на 15-минутном таймфрейме, глобальная оценка актива происходит на дневном таймфрейме. Инструменты, я торгую все фьючерсы, то есть 21 фьючерс у меня в обзоре, и я ищу ситуацию, я не привязываюсь к активу, я непосредственно хочу видеть дисбаланс, хочу видеть точку входа, хочу видеть потенциал, то есть энергию, потенциал это для движения, и хочу видеть также риск, чтобы мой риск был минимальным. Принято, есть, кстати, комментарий сразу дам, фидбэк, супер, как будто краткий курс биржевой экономики прошел, так что фидбэк очень крутой. Дальше, следующий вопрос, ребят, подходит ли такой анализ для выбора акций компаний, связанных с тем или иным сырьем? Да, вы можете посмотреть, проанализировать сырьевой рынок и взять либо ETF, либо акции компаний, которые непосредственно занимаются, которые являются непосредственно коммерческими трейдерами, теми коммерческими трейдерами, в сторону которых мы становимся. То есть можно взять именно эти акции и в том же направлении торговать. Круто, спасибо. И последний вопрос, потому что мы выбились из тайминга, на что стоит обратить внимание при торговле внутри дня в первую очередь? В первую очередь нужно обратить внимание на дисбаланс потока ордеров. То есть нужны вам тиковые данные для того, чтобы видеть кумулятивную дельту, то есть по рынку куда заходят, на buy или на sell. То есть участники есть точки, где они боятся упустить движение, боятся упустить свою прибыль, и они просто массово панически начинают туда заходить. И кто-то этот панический спрос или предложение принимает, то есть маркетмейкер или крупный игрок и останавливает цену. И там идеально есть соотношение риск-прибыль, где мы можем зайти. Тарас, спасибо огромное. Мы ждем вас на панельной дискуссии, там тоже будут ваши ответы, мы уверены в этом. И все комментарии, пожалуйста, если вам понравилось выступление Тараса, пишите, комментируйте это. Ну а мы идем дальше и через рекламную отбивку вернемся к вам. И, друзья, мы приступаем к панельной дискуссии. Друзья, мегаэксперты, мегауровень Иван Крошный, Тарас Светуны, Михаил Ричард сейчас здесь у нас на прямой связи, вы их все видите и можете задавать им общие вопросы, на которые они будут отвечать. Правила, коротко объясню. У нас 45 минут прямого эфирного времени, каждый отвечает по существу на данный вопрос, максимально емко и четко. Мы передаем эстафету дальше и первый начинает у нас Иван Крошный, далее Тарас Светун и, собственно, Михаил Ричард завершает. Вот, а я запускаю следующий вопрос и мы так, собственно говоря, проводим эти 45 минут вместе. Друзья, если вы готовы, первый вопрос прошу вывести на экран и я с удовольствием его зачитаю. Расскажите о перспективах долгосрочных инвестиций на американский рынок в связи с кризисом. Иван, прошу, пожалуйста. Ну, к сожалению, мое мнение такое, что текущий обвал рынка, который мы наблюдали несколько недель назад, это, скажем так, было только начало. Сейчас рынок очень хорошо восстановился и по моему мнению летом, осенью мы увидим более глубокое глубокое падение, потому что на самом деле пока рынок откупается за счет денег, которые выделяет Федеральная резервная система, грубо говоря, на печатные деньги в надежде на то, что экономика заведется. Но по моему мнению факторов того, что действительно мы восстановились хотя бы процентов на 30 после того, как все упало, то есть именно экономически, я не вижу. То есть пока нет никаких реальных подтверждений того, что экономика чувствует себя хорошо. И впереди, скорее всего, после падения финансового рынка будет падение экономики, деньги ФРС вечно печатать не может, не будет, и на каком-то этапе они начнут отпускать рынок, скорее всего, тогда мы увидим опять падение, и только после этого падения, когда оно будет большой, я буду что-то откупать. Сейчас я исключительно в двух позициях по фондовому рынку американскому, вот, и то, скажем так, очень небольшим объемом, очень аккуратно. Я жду все-таки второго падения, только потом можно будет уже наблюдать за тем, когда откуп. Спасибо огромное. Тарас, прошу. Ну, я хочу сказать, как трейдер, что я стараюсь не иметь мнения в принципе по поводу движений на рынке будущих, потому что всегда оно мне мешало принимать текущее решение и реагировать непосредственно на те ситуации на рынке, которые происходят. Вот. Конечно, я прям чувствую своим нутром, как мне иногда хочется зашортить S&P 500. Я просто себя останавливаю, не знаю, очень сложно на самом деле, потому что ты понимаешь, что долгосрочно должно быть снижение. Дело в чем? Дело в кризисе перепроизводства, в понижении потребительского спроса. То есть все работают сейчас на грани рентабельности из-за того, что ставки сильно низкие, деньги дешевые везде, Европа, США, Япония, уже Британия, у которой были большие ставки по сравнению с остальными, минимальные ставки близко к нулю, уже даже и Австралийс или Новозеландия, ну в общем все понизили процентную ставку, деньги бесплатные, вот, компании работают, если у тебя рентабельность там 5%, ты все равно работаешь, потому что деньги дешевые, но, конечно, этому придет какой-то финал обязательно, и сейчас вот, мне кажется, будет достаточно сильное снижение потребительского спроса, а на нем, в принципе, живут все экономики всех стран, я думаю, будет снижение. Будет снижение, спасибо, идем дальше, Михаил, прошу, пожалуйста. Спасибо, смотрите, если коротко, первое, упало промпроизводство, уже произошло это, из-за коронавируса компании остановились, ничего не растет, компания зарабатывает мало, это раз, это скажется на ВВП, согласно прогнозам МВФ, даже в Штатах в этом году, если не изменяет память, где-то 5 копейков процентов должно быть падение того же ВВП. 2020 год для большинства инвесторов уже в отчет календаря, все планируют спины на 2021-2022 год, соответственно, инвестирование на несколько лет наперед. В итоге, это первое, второй момент, сейчас идет поддержка экономики, безработица, как мы видим, очень быстро растет, больше 20 миллионов человек сейчас находятся на улице, в Штатах это тоже не особо хорошо, но это сейчас, инвесторы думают ожидать, что будет через буквально год-два-три, в итоге, что мы сейчас видим, чтобы это все поддержать, правительство, с одной стороны, раздает реальные деньги людям, в прямом смысле этого слова, раздает кешка, это первое, второе, ФРС, печатая деньги, заливает деньги, заливает всю экономику, это все буквально во второй половине 2020 года, приведет к росту инфляции, рост инфляции приведет к отрицательным доходности по тем же облигациям, соответственно, возможно, начнется дополнительное кредитование потребсектора, и пойдет рост уже непосредственно трат и восстановление потребительского спроса. Соответственно, сейчас, в ближайшее время, ожидаем вторую волну кризиса, ожидается снижение и дальнейшее восстановление спроса. Это первый. Второй момент. Если мы сейчас говорим про общий рамок СНП-500, в то же время я показывал в своем выступлении о том, что сейчас растет хорошо потребсектор, сейчас растет хорошо медицина, растет хорошо информационный технолог. Соответственно, эти три сектора можно уже начинать подбирать, если правильно их страховать. То есть использовать теми же, балансировать с теми же облигациями или же использовать рационе. Вот в таком случае можно спокойно даже сейчас постепенно уже подбирать не на весь портфель, там процентов на 10-20, но ожидая второй вам нападения добирать еще дополнительные. То есть я тут больше рассуждаю именно как давлосрочный министр и не как разлосрочный трат. Супер. На этом все. Емко. Можно я скажу еще? Просто вот меня как трейдера смущает то, что все ждут падения. Вот это единственное. Потому что проводили опрос среди топовых управляющих, там 85% ждет падения, 15% ждет рост. И понятное дело, что когда все ждут падения, то вот как видите, оно не происходит. Вот. И последние вот несколько недель, я знаю, тоже делали опросы и все ждали падения дальнейшего продолжения. и вот сейчас вы видите, да, и S&P 500 должен все восстанавливаться. Потому как бы наша задача реагировать на то, что происходит, а не давать долгосрочный прогноз. Круто. Спасибо за то, что вот именно вот так. Прямо. Идем дальше. Расскажите о рисках в инвестировании. Довольно объемный вопрос, на который нельзя ответить. Это отдельная лекция. Да, как-то кратко, но в любом случае я единственное, что могу сказать, что к рискам надо подходить максимально ответственно. Потому что, к сожалению, у нас слишком много историй на рынке о том, что людям кто-то позвонил, людям кто-то сказал, что знает, какие акции и купить. Люди этому кому-то перевели деньги непонятно куда и этот кто-то эти деньги потерял. Таких историй на рынке крайне много. Нельзя быть такими доверчивыми. Поэтому сто раз перепроверяйте, прежде чем куда-то инвестировать или кому-то отправить деньги и так далее. Это главное, о чем я вам хочу сказать. Это касается как больших инвестиций, так и маленьких. у нас крупные, очень крупные предприниматели позволяют себе такую глупость заработанные большие деньги инвестировать проходимцам. Только потому, что кто-то красиво рассказал. Надо в вопросах инвестирования подходить всегда от рисков, изучать стратегию того человека, который берет у тебя деньги в управление. Не важно, то ли это под реальный сектор, то ли под трейдинг, просто под какие-то рассказы. Всегда очень важно. Главный риск это перепроверить, что то, о чем тебе говорят, правда. Это если сильно обширно просто о инвестировании. А дальше каждая инвестиция имеет свои внутренние риски. Как правило, я когда подхожу к анализу рисков, я составляю определенное колесо, в которое разбивая на сектора каждый риск определяют в зависимости от проекта или от зависимости от того, во что инвестирую, я прописываю какие-то конкретные риски, разбивая на сектора и таким образом каждому сектору определяю определенную значимость и только так потом принимаю решение о том, стоит идти в проект, не стоит идти в проект. Если даже иду в него, то я понимаю, какие риски у меня впереди и пытаюсь как-то с ними справиться заранее. Спасибо. Вторая спрошу, пожалуйста. Есть такое выражение, что инвестиции это неэффективные спекуляции. На самом деле я так же само отношусь к инвестициям, да простят меня все инвесторы, потому что ты вкладываешь деньги и просто ждешь того, что что-то произойдет. Но этого может не происходить и можно три года сидеть в золоте и ждать пока оно вырастет. Ты знаешь, что золото классный актив, он потенциальный и ты три года сидишь, он не растет, потом ты уже разочаровываешься, выходишь и он начинает растить. Поэтому опять же мне больше нравится спекулировать. Это то же самое. Наша задача купить дешевле, продать дороже. И желательно за короткий промежуток времени взять максимум движения. И не сидеть очень длительное время в каком-то активе и ждать, чтобы отработался фундаментал. Баффет так не считает, но мы же не Баффеты с вами. У нас ограниченное количество капитала и мы хотим, чтобы он работал, чтобы он эффективно работал и не принес нам доход через 50 лет. У меня такой подход. Отличный подход. Идем дальше. Михаил, прошу. Спасибо. Я все-таки расскажу про риски больше с точки зрения инвестирования в те же фонды ETF. Все-таки про эту тематику уже начал говорить, поэтому на ней и продолжу. Что касается трейнинга инвестирования, на самом-то деле любой трейдер не поздно становится инвестором. Если он не стал инвестором, в таком случае он был плохим трейдером скорее всего. Главное по своей воле. Это другая инфрация. Далее, следующее. Это что касается рисков. Я не знаю, меня видно вообще? Видно, видно, что потом шло от меня а не от кого-то другого. Первое, что я хочу, это то, что вообще что такое риск. Риск большинство думает, сколько мы можем потерять. На самом-то деле риск это то, насколько ваша фактическая доходность отличается от вашей ожидаемой доходности. Потому что во что бы мы ни вкладывались, везде есть риск. Даже покупая, ставить депозит банки, у вас есть риск того, что банк находится. Поэтому если вы уже говорим про те же инвестирования фонда, если вы не хотите рисковать, вложитесь в фонды коротких облигаций, получите на данный момент, если это развитые рынки, как штаты, это порядка 0-0,5% в лучшем случае в год. Если это развивающиеся рынки, на данный момент по Украине по облигациям это порядка 13% в гривнах, по России это 6 копейками. И в таком случае у вас особо рисков не будет, у вас останутся только валютные риски. Если же вы хотите рискнуть больше и заработать соответственно больше, потому что риск равняется доходности, то в таком случае диверсифицируйте облигации с теми же акциями и, например, тот же портфель, который я показывал, пассивный портфель, вы можете спокойно его приинвестировать, получите риск, получите доходность порядка 13% при риске плюс-минус 7%, что в принципе очень даже неплохо. То есть ваша доходность по итогам года может быть или 13% в среднем, или 20%, или 13-7%, сколько будет? Правильно, 6%. На этом все. Супер, спасибо. Следующий вопрос. Так. Как успешно совмещать инвестирование и трейдинг? Так, устраиваемся максимально емко, потому что времени лимит. Иван, прошу. Ну, на самом деле, то есть, если мы говорим об инвестировании и о трейдинге, это абсолютно нормальное явление, которое совместимо. Я очень давно в трейдинге и опять же занимаюсь инвестированием. Просто две разные роли у одного человека. И все просто для себя прописать риски по инвестированию, риски по трейдингу. И, собственно говоря, этого достаточно. То есть, это то же самое, что говорить, как совмещать работу, например, линейную где-то в какой-то компании и трейдинг, или как совмещать работу и инвестирование. Абсолютно. Просто две разные роли, два разных подхода. Главное, чтобы было время на это все. Конечно. Тарас, спрошу, пожалуйста. У меня ответ короткий. На разных счетах. Отличный ответ. Один счет был для спекуляций, другой для инвестиций. Это самое важное. Принято. Михаил. Спасибо. Смотрите, есть самый простой ответ, вот тоже Тарас правильно сказал, есть два счета. То есть, один счет долгосрочный, который вы один раз проинвестировали, держите его раз в год просмотрели, что там происходит. Если вы готовы торговать, если вы готовы взять на себя трейдинговые риски, в этом случае вы берете другой счет, на котором, соответственно, ищите неэффективности, торгуете, спекулируете, зарабатываете, сливаетесь, допополняете, снова торгуете, зарабатываете, забираете деньги, сливаетесь и так далее. Поэтому, вот такие есть два подхода. Отличный подход. Следующий вопрос, друзья. Так, когда выходить из активов? То есть, я так понимаю, какие-то показатели, разные активы, разные показатели, но на самом деле, то есть, если мы говорим о реальном секторе, о бизнесе, то скорее, лучше выходить на подъеме, то есть, все нормальные компании, которые готовятся к экзиту, то есть, которые создаются на продажу, их всех стараются вывести там на IPO или подвести к слиянию или к поглощению на момент роста. Другое дело, что не всем это получается, и многим приходится это делать вынужденно из-за кризиса или еще каких-то показателей. На самом деле, то есть, когда человек входит в актив, надо постараться поймать максимальный подъем для того, чтобы выйти по максимальному мультипликатору. Есть. Принято. Тарас, прошу, пожалуйста. Ну, так как я специализируюсь на фьючерсном рынке, я вам скажу исключительно про фьючерсный рынок. Я не знаю, как по фондовым и остальным рынкам. По фьючерсному рынку есть зоны, где происходит максимальный набор позиций фондами и коммерческими трейдерами. После этого цена актива может идти в сторону одной из групп. То есть, к примеру, если цена пошла в сторону коммерческих трейдеров, то мы ищем точку входа с целью, что цена придет вот в эту зону. В зону, где произошел максимальный набор позиций и достаточно крупный по отношению к среднему значению. То есть, в этой области был интерес. И цена пошла против одних участников в сторону других участников. Но эта область является магнитом. И цена зачастую обратно притягивается в эту область. Есть. Михаил? Смотрите, если мы говорим про уже предпоедая фонда, то по пассивному портфелю, который я показывал, выходите только в двух случаях. Первый случай, вам срочно нужны деньги, все продаете, выходите. Второй случай, это вы накопили нужную сумму, которую его и создавали. Забираете, бьете, покупаете себе дом, квартиру, яхту, машину, самолет и все, что хотите. Если же мы говорим про трейдинг, то вторую часть, о которой я говорил, в таком случае когда цена дошла до вашей цели, до вашего тейка, как мы, собственно, говорили, должно быть минимум 25 к 1, 20, 26 к 1, 30 к 1, тогда. Все? Есть. Спасибо. Следующий вопрос. Когда можно делать долгосрочное инвестирование? С каким фундаментом? На самом деле долгосрочное инвестирование всегда лучше всего делать именно на дне рынка. В любом случае всегда лучший заход это когда рынок хорошо просел и вы чувствуете, что это где-то близко ко дну. То есть, это если мы говорим о инвестировании в какие-то реальные активы. То есть, сейчас, да? Правильно? Я не уверен, что это уже дно. Но, тем не менее, мы просели неплохо. То есть, если она долго заходить, то уже сейчас есть активы, которые продаются, скажем так, с существенным дисконтом, даже к тому, чтобы, если бы сейчас создавать такие же активы. То есть, сейчас есть, например, предприниматели, у которых есть профильные активы и есть непрофильные активы. То есть, в условиях роста экономики многие инвесторы, многие предприниматели покупают непрофильные активы, которые приносят какую-то прибыль, но не являются ядром бизнеса у этого предпринимателя. В момент кризиса, как правило, такие предприниматели или инвесторы скидывают непрофильные активы ниже даже, чем их ликвидационная стоимость. Такое часто бывает. Я сейчас вот несколько таких вариантов уже наблюдаю. Свою цену предложил, но как бы жду, когда те люди, которым надо выйти из актива, действительно созреют для того, чтобы на мою цену согласиться. Принято. Тарас, прошу, пожалуйста. Как я вам показывал, на фьючерсном рынке здесь очень рационально заходить, так же, как Иван сказал, по минимальных значениях. То есть, когда действительно актив достаточно подешевел, но в то же время, чтобы у фондов была максимальная шортовая позиция. То есть, когда они будут выходить из своих коротких позиций и набирать свою лонговую позицию, то есть, это уже состоится очень хорошее движение. То есть, мы рассчитываем на то, что будет ликвидация шортов, а потом плюс еще набор лонгов. То есть, и вот эти моменты, они очень хороши для открытия среднесрочных позиций. Супер. Спасибо. Михаил. Самое лучшее время для инвестирования – это сейчас. Вот именно каждый день. Когда бы вы ни сказали, это сейчас. Вопрос в том, во что вы собираетесь инвестировать. Если вы делаете диверсифицированный портфель, то вам не имеет значения, когда вы зайдете в сделку. Я сейчас не говорю про реальный сектор, это больше к Ивану, что касается именно биржевых активов, то самое лучшее – это сейчас. Вы его можете диверсифицировать, вы его можете застраховать, вы можете подобрать разного рода инвестиционные стратегии, которые вам дадут доходность при любом рынке. К примеру, самый яркий пример, вот это один из портфелей, который я показывал в своем выступлении – это раз, второй момент. Можно застраховать себя теми же акционами от падения – это второй момент. И в результате, даже если мы сейчас говорим про долевой рынок, про акции, если даже акции упадут, в любом случае мы заберем часть на падение, заработаем, диверсифицируемся облигациям, заработаем на росте облигаций, потому что деньги-то не пропадают, они же должны уйти с одного рынка, с другой рынок. И в результате мы в любом случае заработаем. И так как мы инвестируем на долгой срок, самое лучшее время инвестировать – это сейчас. Конечно же, идеальное время – это на дне. Когда это будет дно, не знать не то. Спасибо огромное. Идем дальше. Тут уже отзывы очень крутая панель говорят и крутые спикеры. Следующий вопрос. Каким должен быть ваш, именно ваш, идеальный инвестиционный портфель? Как вы его себе видите, как рисуете? Ну, на самом деле, сложно сказать, что значит идеальный инвестиционный портфель. У меня есть немножко другое видение, если говорить долгосрочно. У меня есть видение огромной инвестиционно-финансовой группы компаний. Я к этому иду шаг за шагом. Мы с Александром Герчиком это строим. И я думаю, что лет через 10 мы будем в списке мировых лидеров в этой индустрии. Есть такое видение. А инвестиционный портфель каждый день может меняться в зависимости от обстоятельств. Потому что вот даже 3-4 месяца назад мы даже не могли предполагать, где мы будем сейчас по экономике. Все предполагали рост экономики ежегодный около 2,5-3%. А сейчас мы уже видим, что на данный момент падение экономики США 4,8%. И европейской экономики 3,3%. Прогнозы на год вообще страшные. Кто-то говорит 6%, кто-то говорит 7%. Все зависит от каждого отдельного рынка. Поэтому идеального инвестиционного портфеля нет. Он каждый день меняется. Сегодня это недвижимость. Ну не сегодня, условно говоря. Сегодня недвижимость, завтра материальный сектор. Когда-то это может быть рынок акций. Каждый день это другой день. И надо смотреть в зависимости от ситуации. Спасибо. Тарас, прошу, пожалуйста. Я считаю, что он должен быть диверсифицированный. И активы между собой не должны сильно коррелировать. То есть, если мы покупаем в портфель золото, мы не должны покупать серебро. Или если покупаем пшеницу, мы не должны покупать кукурузу на большой объем. То есть, соответственно, эти активы не должны коррелировать. Если это валюты, евро, франк, фунт, они тоже достаточно коррелируют сильно. То есть, все-таки в портфель нужно набирать активы с низкой корреляцией, диверсифицировать. Есть. Спасибо. Михаил. Спасибо. Смотрите, надо разделить. Во-первых, есть личные инвестиционные портфели, есть бизнес-портфели. Например, если мы говорим про бизнес, вот я абсолютно согласен с Иваном. Например, мы тоже идем по такому же пути. И на данный момент у нас есть как венчурные инвестиции в те же компании по кибербезопасности, компании по IT-безопасности, разного рода другие IT-компании. Тот же RoboAdvising, это FinTech. Соответственно, это венчур. Второй момент, есть чисто инвестирование в акции, в те же облигации, пока они давали возможность, те же развитые рынки. То есть, он постоянно меняется, то, что на данный момент дает доходность. Дальше. Я не исключаю, что буквально через полтора-два года мы будем инвестировать ту же криптовалюту и подбирать ее как именно финансовый актив. Это тоже вполне вероятно может случиться. Поэтому говорить про то, что какой идеальный, ну сложно его сказать, какой именно идеальный, какой нормальный для личного использования. Я в данном выступлении снова ссылаюсь, посмотрите, потому что действительно самый простой способ это диверсифицировать. Что же касается бизнеса, это может быть, все зависит от того, что сейчас дает доходность и то, что даст максимальный прирост в будущем, как по темпам роста экономики, так и по рентабельности этого непосредственного предприятия. Супер, спасибо огромное. Ну а сейчас мы прерываемся на рекламную паузу. Спасибо нашим спикерам Иван Крошный, Тарас Светун, Михаил Ричард. И мы вернемся уже с Александром Михайловичем Герчиком. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы продолжаем и к нашему финальному выступлению по данной дискуссии. Музыка играет. У нас не играет музыка, друзья. Не играет музыка. Это у вас. Это трек, который вы, может быть, запустили параллельно. Может, у вас в YouTube есть. YouTube отключайте, да, потому что там иногда в этом соединяется. Друзья, приветствуйте. Александр Михайлович Герчик нашел все-таки время в своем очень плотном графике и снова с нами. Я сегодня на Синергии выступаю. 300 тысяч человек. Серьезно? Да. Ну. Как раз был за норовоучать. У меня там все готово. Презентация там все готова. У нас в комментариях люди писали, что у нас лучше, чем Синергия. Да, это вообще невозможно вообще. Зачем сравнивать? Меня пригласили в выставку. Во-первых, Миша, посмотри на меня. Привет. Хочу поздороваться с Мишей, с Тарасом. Они знают и одного, и другого очень люблю. Тараса меньше знаю, не меньше люблю. Мишу дольше очень много лет знаю. Сотрудничали вместе много лет. Ну, Иван Васильевич, это само собой. А первое, что я хочу сказать, на самом деле, я всегда слушаю выступления людей, чтобы я всегда был в тени. Миша абсолютно верно. Все сегодня рассказал. Очень интересно. На самом деле, Миша, хочу тебе комплимент сказать, что ты очень сильно подрос за год, который я тебя не видел. Просто космос. То есть ты говорил сегодня очень хорошие, правильные, умные вещи и говорил правильно. То есть видно было, что ты не заучил их по бумажке, как часто бывают многие выступающие. Заучивают, потом что-то считают, поэтому тебе огромный комплимент. Одно удовольствие было тебя сегодня слышать, на полном серьезе. Говорю честно, как есть. Ты знаешь, я небольшой любитель комплиментов. Теперь, Тарас, само собой, как трейдеры и Тараса, партнеры, я очень хорошо знаю. Теперь как бы выскажу свое мнение. Все абсолютно верно сегодня говорили. Это как раз та ситуация, когда абсолютно со всеми можно согласиться. Абсолютно. И Миша очень рациональная вещь. Я говорил и по поводу того, что американские облигации ничего не дают. И Тарас абсолютно верно сказал. Я и дополню еще определенные вещи. Я с 98-го года торгую. Только за первые три года торгов я заработал больше 5 миллионов. Но в 2001 году я купил первый объект недвижимости. По одной простой причине. Как и Миша говорил, и Иван говорил. Тарас больше трейдер, ему тяжело об этом говорить. Но и Иван, и я, мы инвестируем. Я потом позже расскажу о наших инвестициях. Ну, не детально, но расскажу, куда мы вкладываем деньги. О чем как раз говорил Иван. Потому что мне показалось такое ощущение, что не все допоняли, о чем говорил Иван. Так вот. Я в 2001 году купил свой первый объект. Не потому, что я боялся торговать. А по одной простой причине. Простая диверсификация. Бывают такие года на рынке, когда рынок по-простому, ну, неволатильный, он тяжело стоит. Такой год был 2005. Например, 2005 год, если там годы были, где я зарабатывал реально миллионы долларов в год, то 2005 год, по сути дела, можно назвать плохим годом, я заработал полмиллиона долларов. Для меня полмиллиона долларов, чтобы вы понимали, это провал. Многие подумают, что там я просто хвастаюсь, я расставляю пальцы веером, но при налоге в 50%, да, я на уровне, при Бразилии, 50% налогов, я заработал 250 тысяч, это ровно сколько, сколько по-простому, там, мои годовые расходы между домом, там, расходами, страховкой. У меня сын только в школу ходил, вот Иван знает, никто об этом не знает, Иван знает, я платил 43 тысячи долларов в год только за ребенка в школу. Поэтому там полмиллиона долларов, это по-простому провальный год. Вот это и есть, конечно, вот эта маленькая проблема трейдинга. Ты просто можешь попасть в год, который не дает заработать. Например, когда у тебя низкие расходы, да, и тебе там надо 2 тысячи, 3 тысячи евро в месяц, то трейдинг для тебя это супер круто, потому что там заработать такие деньги небольшого труда уже. Но когда ты уже вышел на какой-то высокий уровень, и ты должен постоянно зарабатывать деньги, то ты понимаешь, что ты пришел на работу, работать. А вот как раз то, о чем говорил Миша, он правильно говорит, считается ли хорошее время сейчас. Я думаю, да, по одной простой причине, даже если рынок пойдет вниз, можно либо прикрыться, как Миша говорил, там, опционами, или захеджироваться, там, тем же, там, Vixome, или S&P, шортануть, или еще что-то. В той ситуации Иван тоже абсолютно прав. Я скажу даже больше, я вчера разговаривал со своим товарищем, который очень богатый человек, чтобы вы просто понимали, что такое слово очень богатый, полмиллиарда долларов. Вот он не Форбсин, никуда не заглядывает, его имя никто не знает, он просто там медленно и аккуратно скупает недвижимость. Ну, так вот, мы вчера с ним говорили, у него всегда большое количество кеша генерит, то, о чем как раз Иван говорил, что мы стараемся с Иваном делать, потому что у нас очень много людей, которые хотят с нами инвестировать, нам приходится находить определенный инвестиционный продукт. Почему? Люди всегда делятся на две категории, те, которые как бы любят рынок, но есть люди, которые у нас, с Иваном инвесторы, которые говорят, ребят, только не фондовый рынок. И это абсолютно нормально, я прекрасно понимаю таких людей. Они понимают живой сектор, они хотят прийти, там, я знаю, там, дерево, мы там с Иваном над этим проектом работаем, хотят прийти, дерево потрогать, там, землю пощупать, там, завод какой-то посмотреть, да, чтобы он пришел, потрогал руками, сказал, это мое. В то время как не все люди хотят быть в виртуальной индустрии, да, и прийти, сказать, я владею акциями Microsoft, дайте мне эти акции Microsoft, а у меня их нету. То есть не все люди делятся на категорию инвестиций. Поэтому я покупал недвижимость. И мой товарищ вчера мне сказал одну вещь. Я просто пришел к тем объектам, которые я хотел покупать, и дал им просто где-то 50% скидку, где-то 40% скидку. Многие подумают, да я никогда в жизни не продам объект. А вот ему, он уже должен был идти, закрываться по сделке, 22 миллиона долларов сделка была. Он закрыл сделку за 15 миллионов, минус 35%, уже. Притом это еще там, это был только начало апреля. То есть люди, которые продавали, они поняли, что если они не выйдут сейчас, они потом не выйдут. Потому что люди, которые сидят с наличкой, будут сидеть, ждать вот это, когда прольется кровь. И вот мы с Иваном, как раз у нас есть большое количество проектов, на которые мы смотрим. Да, я все проекты не могу раскрывать, но один проект в любезти месяца через 3-4 будет. Это очень крутой проект будет. Поэтому если кому-то интересно, пишите Ивану, да, но только чтобы вы адекватны были, потому что вы понимаете, что там с 3-мя тысячами долларов сильно в проект не зайдешь. Но если вы действительно хотите диверсифицироваться, то да, вы просто должны говорить, нужен мне подовый рынок или не нужен, готов ли я инвестировать в долгосрок. Сегодня позвонил мне другой товарищ, я вам скажу честно, просто абсолютно без обмана. Вот, зовут его Артур, и я для него сегодня готовил лист, что ему покупать. И он говорит, а когда покупать? Я ему сказал, ну видишь, что Миша правильно сказал сегодня, только немножко переинтерпретирую. Миша сказал, сегодня самое лучшее время. А я ему по-другому сказал. Я сказал, я не знаю, когда самое лучшее время. Может, две недели назад было, а может, две недели вперед. Но давай сегодня возьмем просто пример, образно, и купим там на 10% от портфеля. Потом посмотрим, как себя ведет рынок, возьмем еще на 15% от портфеля. Потому что, но невозможно объяснить. И я очень согласен с Иваном, абсолютно, что я считаю одну вещь, что мы все равно катимся по рынку вниз. Но! Лови дно, это неблагодарное дело. Что самое главное, Иван сегодня ответил на этот вопрос. Он сказал, у меня есть, и Миша, кстати, тоже самое сказал, у меня есть своя цена. Тарас, извини, что тебя не децидируют, но ты трейдер, ты как я. Да, в этом плане я с тобой как трейдер. Но Иван и Миша абсолютно верно сказали, у тебя есть своя цена, которая подходит тебе. Даже если она с потолка, даже если она с потолка, даже если там просто мы с Иваном предложили кому-то 50% скидку на какой-то объект, неважно. Если человек хочет продать, почему? Потому что количество людей, которые хочет купить в это время, равно 80% от того, что это было 3 месяца назад. Потому что, когда все хорошо, все хотят купить. Когда все плохо, никто не хочет покупать, все хотят продать. И Тарас сегодня тоже очень правильную одну вещь сказал, мне очень понравилось. Я тут 200% с ним согласен, как трейдер. Он сказал одну вещь. Я сейчас не могу думать, потому что если я буду думать, я не сделаю ни одной сделки. Вот это честно. И меня очень сильно не то что побило, а мне не дало это зайти на весь портфель, потому что я видел все, что рынок идет против всей логики. Я сидел всего 20% от портфеля, потому что я просто уже не мог смотреть. Я закупился в некоторой акции в самом низу. И я думал, что будет второе дно, и я посмотрю, как будет рынок идти. А Тарас сегодня очень правильно сказал. Очень правильно. Я же говорю, я смотрел выступления каждого. Каждый сегодня реально принес очень крутую лепту в разговор. Очень крутую. Все спикеры просто супер были. Особенно последние три. Это мои любимчики. Так, у нас вопросы есть еще. Особенно Иван Васильевич. Сейчас мы ответим на вопросы. Я и так раньше включился, поэтому просто расскажу, что Матерас очень правильно сказал одну вещь. Что если я буду думать, почему рынок идет вверх, я никогда не сделаю ни одну вещь. Надо торговать то, что ты видишь. Потому что рынок идет вверх против всякой логики. Колоссальные денежные вливания. Уже на рынок залили почти 3 триллиона. Деньги продолжают вливаться туда. Они не смогут до конца постоянно печатать деньги. И так уже 25, больше 25 триллионов долларов. И Миша абсолютно верно сказал. Есть сектора, которые действительно очень крутые. Все, что связано с медициной. Все, что связано с едой. Поэтому просто, ребята, слушайте, что говорят. Давайте не будем себя умными называть. Ну, грамотные. Слово грамотные гораздо правильнее. Все, я бы сказал. Супер. Следующий вопрос, чтобы мы все смогли прокомментировать его. Какие существуют способы правильного инвестирования для быстрого заработка и роста дохода? Ну, быстрый заработок и инвестирование – это, наверное, две абсолютно разные вещи, которые несовместимы. То есть, если мы говорим об инвестировании, то это какой-то позиционер, позиционное зарабатывание денег. То есть, постепенное, взвешенное, умное. Быстро заработать – это куда-то, наверное, в сторону лохотрону. Извини, перебью Ивана. Помнишь, позавчера я говорил, то, что сказал этот Шнур? Да. Быстро можно получить только пиздюлей. Все остальное берет время. Это уже цитата. Одна из цитат нашего марафона. Тарас, прошу, пожалуйста. Ну, на самом деле, тоже ограничусь цитатой. Стивена Кови. Быстро – значит медленно. Медленно – значит быстро. Это реально про трейдинг. То есть, здесь как раз, когда ты не гонишься за быстрыми деньгами, а гонишься за качеством своих сделок, даже если ты будешь делать 30 сделок в год, и это гораздо лучше, чем ты будешь пытаться где-то в каком-то активе быстро заработать прибыль. Неважно, это инвестирование или спекуляции. Быстро – это не про трейдинг. Это однозначно. Спасибо. И Михаил, прошу. А много это сколько? Потому что каждому много это по-разному. Поэтому, первое, что быстро заработать деньги можно никак. А во-вторых, если вы инвестируете непосредственно в какой-то актив, и, допустим, вы на нем заработали 10%, и для вас это большие деньги в абсолютном значении. Вы заработали много денег. Условно, вы там проинвестировали, условно, тот лямп, заработали за год 30%, 300 тысяч долларов – это, в принципе, неплохие деньги. Поэтому, как можно быстро заработать много денег, иметь много денег. Есть. Александр Михайлович? Ну, во-первых, первое. Кто действительно смотрел этот марафон с самого начала, тот увидел одну вещь, что здесь никто не пропагандировал эффект быстрого зарабатывания денег. Потому что, если я попадаю в какую-то среду, в которой все говорят, что можно заработать много, ничем не рискуя и сразу, я всегда очень боюсь такого. Для меня, как я вам правильно сказал, это лохотрон. Но мы с Иваном, по сути дела, члены семьи, поэтому мы даже и мыслим с ним одинаково, потому что мы, когда инвестируем в проекты, Иван знает, я более… Иван, естественно, как моложе, он более рисковый, а я, как более старший человек, я более спокойный. Он часто приносит проекты, я говорю, Валя, смотри, мы здесь можем застрять в этом проекте, и он не ликвидный, мы никогда не вылезем. Поэтому мы стараемся брать абсолютно ликвидные проекты. Но у нас закон один. Самое главное для нас с Иваном, когда мы заходим в проекты, у нас очень хороший проект был, не буду говорить какой, но в Латвии, когда мы зашли в два проекта, мы очень дешево взяли, и по-простому это просто наш конек был. Потому что мы ждали, 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 и по-простому очень дешево взяли, потому что мы ждали свою цену. Он позвонил и говорит, Александр Михайлович, подходит такая цена? Я говорю, все, супер, берем. То есть она могла и ниже пойти. И Миша абсолютно верно сказал. А сегодня мне позвонил один человек, который с Иваном контактировал несколько дней назад, и сказал, что есть огромная сумма денег. Огромная сумма денег – это сотни миллионов долларов, которые они просят, чтобы мы помогли разместить в разные проекты. По одной простой причине, нам люди доверяют. Я вообще публичная фигура, я 22 года в трейдинге, и мне доверяют люди, потому что я в интернет-пространстве. Если бы что-то было не так, или, не дай бог, я кого-то обманул бы, то ты понимаешь, я бы получил вообще все шишки мира. И Иван мне передал контакт этого человека, я сегодня с ним общался, и он говорит, есть столько-то, столько-то, нам вас посоветовали люди из Лондона, которые вас знают. Я задал первый вопрос. Первое. Насколько вы готовы заморозить деньги в проект? И какую просадку вы готовы терпеть? Потому что даже если ты покупаешь какой-то объект недвижимости, и, например, пандемия, представьте себе, что может быть плохого? Надо понимать, что все может случиться плохо. Например, представьте себе такая ситуация, пандемия продлилась осенью, так? Еще недвижимость упала. Что делать? Смотреть только на цифры. Только на цифры. Потому что если вы даже купили какой-то объект недвижимости, даже коммерческой, то только смотрите на то, насколько вы его можете сдать в плохое время. Если, как Миша правильно сказал, если вам вот эта цифра подходит, заходите. Если цифра не подходит, например, мой товарищ покупает недвижимость не менее, чем, к примеру, в Америке, много нет, 7% годовых. Он ни на что не смотрит, ему все равно кризис или не кризис. То есть если в кризисе аренды упали, он приходит и говорит, я вам даю 7% годовых. Например, там, миллион долларов я заплатил за объект, объект должен давать мне на руки 70 тысяч долларов чистыми. Вот тогда я у вас этот объект возьму. И вам все равно, дешевая цена, дорогая цена, у него есть цифра, от которой он отталкивается. Так и вы все. Вы должны отталкиваться от какой-то цифры. То есть это, для кого-то это называется торговля от риска, для кого-то, как Миша сказал, это называется торговля от прибыли. Вы должны понимать, сколько это много, а сколько это мало. На 10 тысяч долларов 5-7% в год это ничего, а на 20 миллионов долларов 7% в год это дохрена. Поэтому вопрос один. Абсолютно верно. Миша сказал, что ты никогда не знаешь, что для тебя много, а что для тебя мало. Вот я тебе скажу, я полез в недвижимость, я зарабатывал на объекте тогда, ну тогда лучшее время было 11%. А заработал знаешь сколько? Сколько? 300. Объект, который я купил за 600 тысяч долларов, стал стоить 2.2 миллиона. Потому что аренда постоянно поднималась, и все. Я его купил в 2001 году. Знал ли я, что будет? Нет, я шел на 11 годов. Все. Поэтому люди должны прекрасно понимать, на что они готовы идти. Вот это очень и очень важный фактор. Поэтому все три спикера абсолютно верно по-своему, я как киркейский судья буду, абсолютно верно и красиво ответили. Тарас с точки зрения трейдинга, Иван с точки зрения бизнеса, и как раз Миша с точки зрения инвестиций. Здесь как раз инвестиции в смысле в плане фондового рынка. Сегодня все три великолепных спикера, которые абсолютно в разных областях, хотя Миша сам выходит из трейдинговой среды. Тарас как бы трейдер и Иван трейдер. Но каждый сейчас занимает свою мишу, что действительно хорошо. И у нас как раз разные точки зрения. Следующий вопрос, прошу, пожалуйста. Как инвестировать в передовые технологии будущего, квантовые компьютеры, умная энергетика, роботы, искусственный интеллект и тому подобное? Стоит ли это делать? Иван, прошу. Ну, если даже и стоит это делать, то исключительно в большом пакете объектов. Ну, в большом пакете проектов. То есть, если мы говорим о венчурном инвестировании, то это однозначно надо подбирать 10, 15, 20, 30 проектов, которые разложить инвестиции, потому что на самом деле среди венчурных проектов львиная доля этих проектов в итоге закроется, не даст прибыли. Два-три проекта, сотни покроют вам все потери и могут показать еще очень хорошую прибыль по итогу по портфелю. То есть, венчурное инвестирование, особенно в такие высокотехнологические проекты, это всегда большой пакет проектов и разложить деньги в большой пакет проектов по органу. Спасибо. Тарас, прошу. Ну, что касается искусственного интеллекта, есть компании, которые непосредственно специализируются на этом вопросе. Если из крупных компаний, то это тоже IBM, Google, они именно инвестируют в эти направления искусственного интеллекта. Есть поменьше компаний из тех, которые торгуются на рынке, то есть не все компании являются открытыми для инвесторов, потому что не все вышли на IPO, которые занимаются искусственным интеллектом. Есть компания AlterX, которая на IPO вышла, которая, в принципе, достаточно перспективная и специализируется на этой теме. Нужно смотреть точку входа по вашей стратегии и если она появляется, то нужно пробовать заходить в эту компанию. Тарас, спасибо. Михаил, прошу, пожалуйста. Спасибо. Первое направление перспективно, второе направление рискованное. Третье, чтобы вложиться, покупай… Третье, это эти компании, обычно новые, они создаются больше под сделки M&A, под поглощением. В итоге берем несколько крупных компаний, IBM, Microsoft, Oracle и так далее, формируем себе портфель, и через них, например, покупаем уже инвестирование в те же квантовые компьютеры, биороботы и так далее. Вот, это первый момент. Второй момент, покупаем пакет венчурных фондов, как я вам сказал, и радуемся от того, что хотя бы одна компания выстрелила, принесла нам много денег. Или третий, если вы умный, самому создать, это уже отдельный бизнес, это уже немножко не относится к теме инвестирования. Поэтому или покупать крупные компании, или покупать сразу пакет венчурного фонда. Супер. Спасибо, Александр Михайлович. Ваш комментарий. Ну, я вообще-то хотел больше от Вани услышать, потому что мы с Ваней действительно в теме. И я думаю, что пускай Ваня больше расскажет, потому что мы общались с людьми, кто занимается венчурными инвестициями, и мы не сошлись там на определенные вещи, поэтому я думаю, Ваня поглубже расскажет, а потом я дополню его тему. Ваня вообще сегодня молчун какой-то. Хотя на самом деле, чтобы вы просто понимали, это мозг, вот в прямом смысле слова. Он знает, я очень люблю за его профессионализм. Знаете, вот есть, бывает, это не к Ване, бывает человек, вот дерьмо, но суперпрофессионал. Вот Ване как человек замечательный и профессионал. Он просто молчит. Расскажи, когда мы вели переговоры по поводу венчурных фондов. Ну, грубо говоря, около года-полутора назад нам обратились относительно инвестиций. Нам, в принципе, довольно неплохие проекты предлагали, но эти проекты были, скажем так, один-два. Ну, то есть, нельзя было из-за этого составить большой портфель венчурных проектов, поэтому мы, конечно, отказались от такой инвестиции, потому что, хоть оно и выглядит очень перспективно, хоть и вроде как продукт, который сам будешь пользоваться, и вроде как кажется, что оно действительно надо и так далее, но это все очень субъективная оценка, к которой добавляется точно так же очень большой оптимизм предпринимателя. Так называемый, ну, скажем так, фактор, когда ты смотришь на бизнес и думаешь, что окей, да, точно, я если буду в этом проекте, я добавлю в него одно, другое, третий, десятый, действительно, он выстрелит. Но на самом деле это всегда заблуждение, потому что загораешься таким проектом только на начальном этапе, на начальной стадии, а у тебя есть реальный бизнес, которым ты уже управляешь, который требует твоего внимания 90% времени, и, конечно же, новому проекту, который ты рассматриваешь как венчурную инвестицию, ты не сможешь уделять столько времени, и вот это вот заблуждение может очень сильно повлиять на твою оценку инвестирования. Поэтому мы рассмотрели несколько вот таких разрозненных проектов и отказались, потому что все-таки к венчурному инвестированию надо подходить очень, скажем так, портфельно. Что касается перспективных направлений, я считаю, что сейчас в связи с эпидемией коронавируса, в связи с тем, что эта тема стала таким, скажем так, международным глобальным хайпом, все об этом говорят, все это изучают и так далее, скорее всего биотехнологии будет ведущим сектором предстоящего десятилетия. Скорее всего, проекты, связанные с мгновенной диагностикой, с определенными чипами, которые будут ежеминутно выдавать на смартфон состояние организма. Скорее всего, это некие роботы, которые занимаются профилактикой сосудов и так далее. Скорее всего, эти все направления действительно будут, скажем так, топовыми с точки зрения роста, с точки зрения венчурного инвестирования. И, наверное, если у вас есть доступ к таким проектам, то портфельно имеет смысл взять определенное количество таких проектов, но очень внимательно изучать команду, очень внимательно изучать продукт, потому что на самом деле написать можно все, что угодно, рассказать можно все, что угодно. Венчурное инвестирование – это, как правило, инвестирование в написанное, потому что венчурные проекты – это, скажем так, чья-то фантазия, и надо просто очень внимательно оценивать, насколько люди, которые сидят перед тобой, способны эту фантазию воплотить, или, может быть, они просто хорошие копирайтеры. У меня пока все. Спасибо, отлично. И последний вопрос у нас сейчас. Подожди, сейчас, я не закончил. Я хотел, потому что ты вам рассказал. Я венчурном инвестировании знаю все и гораздо раньше, чем кто-то думает. Кто захочет, можете зайти в интернет. В 2011 году я участвовал в первых передачах, а-ля как Shark Tank, называется на телеканале «Успех», где я, по сути дела, учил молодежь, венчурных, вернее, этих вот стартаперов, которые, да, стартаперы, которые хотели получить деньги. Я учил их, как правильно делать презентацию. Иван абсолютно правильно сказал. И, к сожалению, в прошлом году эта индустрия очень сильно поломалась. 85% проектов, которые были, были банкротны. 85%. Просто инвестировали, например, колоссальная сумма была проинвестирована в эту аренду самокатов. Вы мне извините, это по-другому, чем пиздец, по-другому никак не назовешь. Колоссальные деньги. Были выделены второй раунд инвестиций и все остальное. То есть люди просто клали деньги во все, потому что был такой тренд. Сейчас я уверен, что тренд променяется. Ваня абсолютно верно сказал. Все, что связано с высокими технологиями, естественно, все, что связано с искусственным интеллектом. Добавлю то, что Миша сказал, просто то, что Миша сказал, он правильно сказал. Он не дозакончил свою речь по одной простой причине, что все эти компании, они скупают маленькие компании. И Google, и Oracle, и Microsoft. У них есть такое количество кеша, что они просто скупают. Вот недавно скупили какой-то белорусский стартап за 30 миллионов долларов. Пацаны только-только полтора года придумали какую-то там фишечку маленькую и тут же выкупили. Так что Ваня абсолютно правильно сказал, такие вещи выкупаются. Мой совет один, не ведитесь, потому что очень это тяжело работает, очень тяжело работает. Там должна быть команда, там должна быть реально команда, которая работает над всем. Просто, чтобы вы понимали. Вот у нас с Иваном есть проекты, мы 5 лет вместе партнеры бизнесу, последние 2 года мы участвуем в некоторых других бизнесах. То есть помимо того, что у нас есть трейдинг, у нас есть софтвера компании и все остальное. Вот то, чтобы вы понимали, у нас есть специальные аналитики наши, которые зарабатывают очень маленькие деньги, которые анализируют каждый проект. От 3 недель до 1,5 до 2 месяцев только, чтобы проанализировать один хороший проект. Откуда все цифры, все проверяются. И вы знаете, что за все время, что мы сделали, ни один проект не был более-менее достойным внимания. Потому что обязательно мы их показывали другим людям и они находили тут же подводные камни. То есть, что это значит? Ты не можешь быть специалистом во всем. Вот в этом основная проблема. Поэтому, либо ты специалист во всем, и тогда тебе никто не нужен, либо ты специалист в чем-то, например, в зарабатывании денег, и ты выбираешь таких профессионалов, как мы. Супер. Так, у меня есть у самого 10 минут, к сожалению, потом должен идти готовиться, мне надо скупаться, постричься, повреться, и все. Синергия ждет. Последний тогда вопрос. Мне абсолютно безразлично, это просто очередное выступление, если ты думаешь, что я буду как-то там по-другому выступать. Тогда я должен буду сейчас зафиналить нашу панель, потому что у нас еще должна быть часть. Друзья, я прошу, пожалуйста, аплодисменты у нас, можно это делать и вживую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!